Здравствуйте, я Андрей Ракитский и я рядом с вами. Наше воображение обладает феноменальными свойствами. Оно способно влиять на наши эмоции и наши мысли, формировать убеждения, и делать нас счастливыми или несчастными. Наше воображение, создавая устойчивые и яркие образы в угоду нашим желаниям или нашим страхам, способно изменять даже существующую реальность. В наше время, когда мы все подвергаемся беспрецедентному психологическому прессингу со стороны средств массовой информации, очень важно правильно оценивать роль воображения в нашей повседневной жизни и уметь защищаться от переизбытка негативных новостей. Конечно, все мы чего-то боимся. Давайте признаемся себе в этом. На это и делается расчет. Плохие новости продаются лучше и стоят дороже. Негативная информация — это хлеб современной журналистики. И если активно существуя в современном мире невозможно не смотреть новостей, то очень важно научиться хотя бы защищаться от них и в первую очередь уметь запрещать своему воображению мысленно визуализировать транслируемые нам угрозы и опасности в виде четко оформленных образов. Иначе созданная нашей же фантазией практически осязаемая грозная химера может обрести свою собственную уже независящую от нас жизнь и получить возможность оказывать на мир, в котором мы существуем, вполне реальное агрессивное воздействие, превращая нашу жизнь в настоящий кошмар. Важно осознать, что наши фантазии не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Каждый раз, когда вы чувствуете, что ваше воображение начинает создавать потенциально опасный образ или мыслеформу, необходимо сделать все, чтобы тут же прекратить этот процесс и уничтожить зарождающегося дракона в своей голове. Сегодня я расскажу вам сказку о том, как обыкновенный, хотя и крупный арбуз, долгое время наводил ужас на жителей целого города и о том, как сложно бывает бороться с созданной воображением, искаженной реальностью. Я позаимствовал эту притчу из книги Сьюзен Найт, руководства по НЛП. Возможно, сегодняшняя сказка поможет вам разобраться со своими страхами. Итак, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Много лет назад в холмах Патагонии был старинный красивый город. Его обитатели голодали. Они жили в страхе перед драконом, поселившимся на холме. И поэтому не могли убрать свой урожай. Однажды в город зашел странствующий рыцарь. И когда он попросил жителей его накормить, те объяснили, что вся их еда осталась в поле, которое сторожит дракон. Смелый рыцарь сказал, что убьет дракона. Дойдя до поля, он не нашел никакого дракона, а увидел только большой арбуз. Поэтому он вернулся в город и сказал, вам нечего бояться. На поле нет никакого дракона, там только большой арбуз. Услышав это, городские жители разъярились. Они набросились на рыцаря и убили его. Спустя несколько недель в этот город забрел другой рыцарь. И вновь, когда он попросил его накормить, жители сообщили ему о драконе. Рыцарь тоже был очень смелым воином и сказал, что убьет дракона. Жители очень обрадовались. Придя на поле, храбрый рыцарь увидел там только огромный арбуз. Поэтому он вернулся в город и сказал жителям, что они ошибаются насчет дракона. Разве может кого-то напугать огромный арбуз? В итоге его постигла участь первого рыцаря. Горожане разъярились, набросились на него и порвали на куски. Время шло и жители, убежденные в том, что в поле живет дракон, потихоньку впадали в отчаяние. Наконец, в город пришел третий рыцарь. Он заметил отчаянное положение горожан и спросил, что их довело до такой жизни. Они поведали ему о своем горе. И он пообещал, что сразит дракона, и они смогут пойти в поле собирать свой урожай. Придя на поле и увидев гигантский арбуз, рыцарь вытащил свой меч и разрубил арбуз на куски. Вернувшись к жителям, он сообщил им, что убил дракона. И те были счастливы. Храбрый и мудрый рыцарь много месяцев прожил в этом городе. Этого времени как раз хватило на то, чтобы разъяснить жителям разницу между драконом и арбузом. Подумайте о том, что услышали. Возможно, пришло время и вам разобраться со своими страхами и убить дракона. А сейчас я досчитаю до трех, и вы заснете крепким, спокойным, глубоким сном. Помните, Вселенная любит вас и заботится о вас. Раз. Дыхание постепенно становится глубже, размеренней, спокойней. Организм работает надежно и уверенно, без всякого напряжения, в режиме отдыха и восстановления сил. Вы отдыхаете. Лень думать, лень двигаться. В душе спокойно и тихо. Все идет хорошо. В голове легкий туман, мысли вялые, спутанные, ленивые. Мой голос слышен ясно, отчетливо. Но уже сейчас начинает казаться, что он звучит в пустоте. В пустоте, которая повсюду. Которая окружает тело со всех сторон. Это и есть покой. И тело начинает наполняться этим покоем, тишиной. И кажется, что тело начинает парить в пространстве, как в невесомости. Приятное ощущение свободы, безопасности, растворенности в покое и тишине. Вы все глубже и глубже погружаетесь в сон. Спокойный, естественный сон. Спите глубже. 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 Глубже.